здравствуйте друзья у нас человек задает вопрос который интересуется бизнесом и бизнес-моделями вот как бы я с удовольствием поговорю на эту тему поскольку вопрос в моей области говорят вот почему если такой спрос на тестеров почему не вытекает много школ но таких как наши например почему их нет много и второй вопрос там был почему американцы так мало у нас школе американцев хотя казалось бы в такой безработицы вот есть решение значит я в дайте я сразу про американцев дело тоже безработицы никакой нет я не знаю это может быть там лет пять назад человек услышал нет безработицы никакой то есть дикая нехватка людей чудовищная нехватка людей во всяком случае что-то нас хремниевой долине просто страшно что творится поэтому американец если он как бы с образованием и такой бойкий он уже давно и неплохо пристроен бывают разные ситуации конечно у нас американцы в основном либо это жена у него русская либо его прислали с он имплоймента когда на работу потерял есть у нас есть американцы не то что у нас их совсем нет но все-таки у нас основной контингент это иммигранты почему иммигранты потому что они решают задачу которую американцам не надо решать им они решают задачу состояться в новой стране эти американцы не надо он с детства он родился он уже там как состоялся и уж слава богу если ему там 20 30 40 лет то что-то что-то с ним такое уже произошло поэтому иммигрант находится в такой информационной среде где вокруг много людей и все пытаются как-то пробиться поэтому когда кто-то пробился за или там пошел пробиваться да вот он пошел там куда-то учиться вот там портнов компьютерскую и за ним уже смотрят там два десятка глаз понимаете год но но что и если он пробился сразу бах уже какая-то цепочка выстраивается по этой линии у американцев нет такого они где они совершенно в другом мире живут вот поэтому я то я так думаю это моет моим как бы догадка моя такая вот поэтому они просто в другом мире наверное есть еще много факторов таких как например вот если бы мы были какой-то совсем американской школы там montgomery там компьютер technologies может быть мы привлекали каких-то американцев на телефон отвечал американец в офисе сидел бы американец и так далее и дальше все это было бы таким же но если мы на уровне вот ремеслух таких как портнов компьютер скул смотрим да это было бы таким же бездарным как и любая американская школа в которую ни один человек который понимает что делает не пошел бы учиться потому что результат 0 вот собственно и все но это может быть тебе ближе культурно это может это может соответствовать твоим ожиданиям там и так далее я не знаю то есть я я честно говоря не переживаю от того что у меня там иммигрант этом иммигранты они допустим американцы потому что я понимаю что это люди которым нужно ну вот нужность приходи вот если бы эта школа не пошла или там что-то с ней такое случилось у меня у меня есть чем заняться в жизни я в общем достаточно востребованный и помимо школы тоже человек значит теперь что касается других школ почему их нет много я помню время когда только русских было с десяток вот году что-нибудь 95 шестом седьмом восьмом тот вот берешь русскую газету и там их ну если не десяток то около того индусских было штуки 34 китайских было штуки 3 просто люди которые делают бизнес например вот китайская школа одна была там человеку него сеть ресторанов была он решил еще школу тоже сделать создал школу там учили по-китайски вот поэтому что тут скажешь значит было очень очень много этого всего но дальше выясняется что мало иметь хороший рынок мало иметь спрос с точки зрения вот людей которые хотят учиться и компании которые хотели бы нанять а дальше выясняется надо вообще-то делать как-то ну то что ты делаешь надо делать эффективно я помню вот это время когда бурно создавались вот эти вот ну так назовем школы значит и все время какие-то люди звонили мы тут от сан-франциско в часе езды вот все время звонили люди давайте вместе сделаем школу в сан-франциско я бы а как вы себе представляете вместе они говорят ну вот мы снимем помещение мы поставим там компьютеры ну то есть там они потратят пятнадцать тысяч долларов хорошо а а вы значит приведете студентов и значит вы будете их учить устраивать на работу у нас будет такой общий бизнес там я была зачем я буду это мне зачем спрашиваю я у меня есть 15 тысяч я могу снять помещение поставить компьютеры что проблема в чем они у них не укладывалось как каждый думал что он может взять сейчас компьютеры поставить у него будет школа уметь же надо ну как же надо надо жить это же бизнес надо жить этим надо дышать этим надо мечтать об этом как как но если мы человеческий фактор уберем то значит остается что остается рынок вот я наташу квик я и так все время там подначил я бы наташа вот вернешься в орландо поработаешь там пару лет и школу заведешь будешь там учить тестеров но на самом деле то что на самом деле если она например или кто бы то ни было другой в городе орландо захочет такую операцию учебную запустить если этот человек будет сидеть дома и там скажем с двумя заниматься там на кухне или день там в бедруме или там не знаю приведут и за год выучит 10 человек но там может быть заработает там 30 ничек что неплохо да но более-менее эти люди смогут устроиться над на там на 10 человек на год вполне хватит работы и даже может быть на 20 хватило не знаю но на допустим на школу это значит вы что должны начать помещение поставить компьютеры там будет например 10 человек учиться эти 10 человек будут учиться допустим если там всего одна группа вот у меня например их одновременно раз два три у меня их четыре группы одновременно но даже если тебя одна группа что в общем-то неэффективное использование помещения и оборудования но тем не менее и там у тебя сидит 10 человек так это уже 30 за год но это это что это за школа такая значит ты хочешь дневные ты будешь вечерние это здесь а если это будет 60 если будет 100 человек за год 100 человек за год не то что орландо а весь штат флорида не выдержит вместе с джексон убилом майами там тампы и так далее не нет столько работы по это поэтому и нет школ есть какие-то люди которые потихонечку там подучивают и я знаю что многие наши выпускники этим так немножко балуются и я знаю что в банку верить ребята вот тоже у нас учили сейчас у них там какая-то там ну типу типу школы я там не был никогда если вы в этом месте но вот я значит есть ванкувере я знаю были ребятам в сиэтле подучивали в колорадо в чикаго у нас была девушка здесь она вышла замуж уехала в чикаго и там у нее была настоящая школа со всеми прибабахами она там учила многим дисциплинам вот а потом снова сюда вернулась какое-то время назад я помню у нее была полноценная школа она фултайм там работала в этой школе такой бизнес был гораздо больше нашей гораздо более разнообразной чем у нас то есть она как бы в плане бизнеса более такая была крепкая чем я например вот поэтому рынок такой как в кремниевой долине ну где еще такой есть я не знаю значит вот мы выпускаем за год 500 человек здесь и они как-то более-менее расходятся я не хочу сказать что со свистом расходятся со свистом разошлось бы 250 а 500 так но более-менее более-менее расходят и я боюсь больше я я не чувствую что можно больше все-таки это начинающие да то есть может быть там надо было бы и 10 тысяч но начинающих то сколько нужно на этом рынке поэтому значит начинающие должны подрастать освобождать место значит на их место должны приходить другие начинающие это очень очень большой рынок вот мне когда говорят а как получилось что вот это первое в мире школа тестеров значит вот вот ваша потому что в 94 году нигде в мире невозможно было создать никакую школу тестеров не было такого рынка вот в кремниевой долине только-только начиналось я когда начинал в августе 94 года еще не знал чем кончится у меня было 18 человек и вдруг в январе-феврале 95 вдруг какой-то скачок явный был на маркете вот их всех за месяц там разобрала тех кто меня как раз успел закончить к этому времени и вот тогда начался вот такой бум но никто никто не знал что будет именно так я так начинал осторожненько я еще не знал за какое время они там рассосутся и так далее но на другого места в мире ты не было даже близко поэтому это просто вот обстоятельства в правильном месте в правильное время там правильный народ собрался и вот так получилось как раз было много иммигрантов из бывшего ссср образованных рецессия была они не могли на работу найти никакой там даже за копейки не было работы и вот так вот так рванул вот спичку поднесли я был спичкой поднесся готов место и рванул есть очень много учебных заведений которые учат всему на свете и заодно тестированию тоже такое тоже есть вот например у нас есть система сити колледжей и комьюнити колледжей и там есть курсы но в частности по тестировать по quality assurance software quality assurance там кроме этого еще сотни курсов да там и все языки программирования и базы данных и сети и там я не знаю чего только нет ну конечно вот у нас помимо этих вот у нас тут есть это alt education center такая тоже субсидированная организация там все копейки стоит и там какой-то курс тоже читается по тестированию программного обеспечения то есть не то чтобы это какая-то дисциплина которую там не найти вот только у нас если ты не выучился ты больше нигде не выучился я же не говорю про книжки там и онлайновые курсы но даже вот так живьем пожалуйста сити колледжи учат у сити колледжи нет задачи выпускников отправить на работу то есть это другого клана учебное заведение но в принципе учат этого тоже то есть мы отличаемся от всех вот этих мест возможных просто наш нашим фокусом на на то что человек должен работать то есть мы не мы не именно учим то есть мы учим и мы даже за это деньги берем официально но не за это к нам приходит не за то чтобы тебя там чему-то научили вот этой дисциплине или той дисциплине это комплекс такой в котором есть чему-то учат на практику отправляют резюме там делают проекты тренируют на прохождении интервью помогают с поиском работы в определенном смысле быть вы можете в любую секунду подойти сказать что-то звонков мало я пойду гляну например там на дайсе у меня есть рекрутерская лицензия я могу посмотреть как вы вывесили свой профайл не не само резюме на профайл и я могу вам сказать почему например вам мало звонят и как исправить чтобы вам звонили много я вот целый день только этим и занимаюсь на самом деле поэтому наша наша как бы фишка в фокусе на трудоустройстве вот вот собственно и я кстати помню время когда только все это начиналось и было много людей которые ну спрос был большой вот как бы со стороны людей не устроено и было очень много репетиторов вот не школ как школ а репетиторов под человек он где-то работает а там вечерком или по субботам там кто кто в гараже кто где некоторые учили азам другие учили более продвинутым вещам например там автоматическому тестированию кто лучше кто хуже кто-то из них вырос на уровень когда ему пришлось снять помещение и как-то начать ну в более таких масштабах серьезных а кто-то так и остался на кухне пойти и собственно и дальше не пошел через знакомых все это в частности возвращаясь к вопросу об американцах все передается же на словах вот я когда новая группа начинается спрашиваю поднимите руки кто пришел по наводке там знакомых девять из десяти но вот на 30 человек трое в другой категории я главы откуда взялись а никто на интернете прочитали понимаете не не ходят люди в такие учебные заведения от того что нашли чего-то на интернете маловато будет на интернете поэтому вот у американцев например у них если только не жена там русская да так и он и не он и не знает что есть такое вот вот собственно и все а почему много там у нас скажем девочек из индии потому что у них мужики программисты потому что они знают что есть киеве потому что они видят там полно русских тестеров они спрашивают у них а вы откуда взялись они готовы портнов компьютерского ларит о и присылают свою супругу вот так же все происходит поэтому она как бы очень просто все то есть я когда рассказываю я не думаю что там есть хотя бы один компонент который недоступен пониманию или который скажем там невозможно повторить и или ну что то такое вот туда все очень во очень возможно и все достаточно понятно но дальше надо сделать дальше надо сделать надо прийти и сделать и это же не просто вот написать чеку резюме хотя написать резюме тоже надо уметь но человеку которого есть резюме он может пойти на искать работу а может не пойти искать работу может сказать это не моё он может сказать я никогда не найду он может сказать кому и такой нужен правда значит пока у тебя учится ты должен его вывести на ну на понимание того что да нужен да востребован да могу чтобы взял это резюме жахнул его и там через пару недель уже там было у него пару офферов понимаете это же не механический процесс это это же процесс как бы там есть энергетика такая еще присутствует это же от человека к человеку этого нет в книжке вы можете читать книжку и в книжке этого нет вы можете видео смотреть это лучше что там есть живой человек но тоже может быть или не быть я вижу массу людей которые там выходят видео и он там спит на ходу или там нет голосе у него энергия и кто кто его слушать можете там засыпаешь через 30 секунд поэтому алхимия присутствует эти не просто вещества смешали а вот энергия должна быть чтобы роса чтобы на восходе первые лучи солнца давайте чтобы звезды сошлись так что я могу тетрирую немножко я просто чему говорю что правильные люди должны делать потому что это это все упирается не только в набор каких-то знаний а это упирается в то что человек пошел и стал делать правильные вещи и большинство из нас имеют проблему с чем-то не потому что они скажем не могли бы этого сделать а потому что они их никто не подтолкнул потому что своей энергии у них не было и в тот момент когда надо было что кто-то подтолкнул значит некого было подтолкнуть и вот и вот и все и вот он и ходит там там где был и рассуждает мне тут ссылку прислали женщина в 2008 году семь лет назад значит она с мужем пришла и что-то у них там не получилось она в претензии вот но 7 лет спустя человек говорит что надо что это вот надо взятки давать чтобы тебя устроили там куда-то в портнов компьютерскую понимаете это же человек ни тогда ни сегодня не в состоянии ничего в жизни добиться то есть если семь лет спустя он рассуждает что надо было взятку дать вот и все понимаете то есть бывает что и и не сдвинешь вроде бы хотел сдвинуть и не сдвинешь вроде ну сложно все понимаете все сложно и не сходится вот так спрос есть предложение там бах схема деньги заработал все счастливы не получается и над надо помнить что какое бы это ни было дело самое замечательное чистое благородное и так далее значит чем больше народа вовлечено тем больше вас обольют грязью тем больше вы будете недовольны я знал людей которые к вопросу о школах я знал людей которые перестали заниматься школой очень достойные симпатичные люди потому что они не могли выдержать вот этого потока негатива со стороны ну вот как бы вот таких людей которые не ценят не понимают сами не могут все им должны и так далее они сказали боже мы столько мы можем жизни сделать не видя вот этих людей что нафиг мы будем вообще этой школы дальше заниматься у нас есть чем заниматься то есть люди которые могли бы сделать успешное учебное заведение у них есть чем заниматься понимаете это не то что вода не кроме этого ничего больше в жизни не могут могут поэтому это тяжелый хлеб и они не хотят я знаю людей которые очень даже могли бы но не хотят так что прибыл я на место прохождения службы с чем и мы с вами расстаемся сегодня счастливо и а